добрый день здравствуйте вы на канале урал спецтранс и где бы вы ни работали чем бы вы не занимались какова бы ни была ваша профессия везде будет необходимо топливо а с а т з это можно сделать быстрые сроки в нужное место довести с минимальными затратами идем смотреть автотопливозаправщик на шасси урал next наверно уже рассказывать не будем мы только что кабину померили смотрите там значит расскажем про навеску 10-кубовая навеска в нашем исполнении вот я вижу что усилили все-таки наш подрамник особенность конструкции нашей бочки ну собственно большинство наших бочек такова что сосуд мы не крепим жестко к подрамнику то есть он но отсутствует сварные соединения между бочкой и подрамником а крепится он путем стяжных лент то есть он лежит в лажементе до прокладки вот эта резинка это у нас ложемент лежит сосуд здесь у него специальное усиление в тех зонах где он находится непосредственно ну давит на ложемент и притянут он лентой собственно данная конструкция на себя очень хорошо показала уже годами особенность какая то есть у вездехода откручиваемость рамы достигает 30 градусов передняя часть рамы относительно задней части и чтобы нагрузки отключения рамы не передавались на бочку вот данная схема когда бочка лежит в лажементах они приварены она позволяет избежать собственно этих нагрузок передаваемых на бочку ну то есть как результат долгий срок службы самого сосуда потому что насколько мы изучали конструкции наших конкурентов отзывы наших клиентов бочка которая стоит на вездеходе если она приварена жестко к надрамнику то есть не лежит то она трещит трещит то есть ни одна сварка не выдерживает все находится слабое место она трещит на машине два узла выдачи скажем так топлива так называемая сокращенная срт это система раздачи топлива это где топливо раздается минуя счетчик сразу через шланг большого диаметра и есть еще узел выдачи топлива ну давайте заглянем посмотрим что тут такое не знаю мы не готовились вот поэтому могут быть косяки вы нас поправляете вот даже не упал здесь она опускается давай вот лишь тут предусмотрели чтоб нашу голову сохранить значит подпор такой значит вот собственно у нас срт находится система раздачи топлива которая позволяет раздавать через шланги большого диаметра то есть это вот подключение вход и выход я честно сказать даже не знаю где вход где выход а вот написано здесь все подписано да даже для меня все понятно вот это из цистерны написано но это получается вот цистерна а это цистерна то есть уже не перепутать главное наклейки чтоб не оторвались но водитель наверное к тому времени когда они оторвутся он уже запомнит чё к чему вот то есть вот шланги у нас шланги подключаются два шланга у нас длина каждого шланга что-то метра четыре по моему ну вот и можно как закачивать так выкачивать топливо нет нет конечно есть и на нефтебазах и там где топливо сливается где-то на заправках может быть конечно диаметры отличаются то есть вот здесь я так понимаю это же считается 80 диаметр да то есть вот в основной 80 диаметр при здесь еще 65 есть еще 50 ну как правило в принципе это достаточно просто решается путем переходника с одного диаметра на другой ну а почему собственно разные вообще диаметр существует но это с точки зрения экономии времени чем больше диаметра тем быстрее слить бочку или заправить это вот у нас такой красивый рукав это рукав так вообще честно говоря почему-то я не вижу крючков ну вот это вот может быть так заказано было рукав с пистолетом для раздачи уже собственно непосредственно через пистолет комплектация это похоже полная потому что в базовой комплектации у нас не ставятся пеналы то есть кронштейны для крепления огнетушителей есть но пеналы сами не устанавливаются потом у нас базовой комплектации нет табличек для ну собственно для установки класса перевозимой жидкости у нас тоже есть кронштейны табличек нету ну то есть более такая упрощенная здесь я вижу что это все есть плюс большие диаметра базовой комплектации еще диаметры как правило 65 миллиметров у трубопроводов они 80 как здесь но если вот я что-то смотрю обычно мы вот этот шланг я не знаю возможно возможно кто-то заказал так я не знаю чей-то заказ но шланг обычно укладывается снаружи на крючках по левой стороне то есть он выходит здесь есть отверстие шланг выходит у нас вдоль левого края лежит на крючках потом возвращается пистолет прячется обратно в ящик чтобы его не уперли здесь шланг просто так лежит но может быть клиент так заказал я не знаю здесь есть освещение вот он светодиодный фонарь стоит можно включить освещение значит что еще здесь есть это управление донными клапанами пневматическими открытие-закрытие то есть общая подача и первая вторая секция фильтр воздушный с влагоотделителем ну то есть как бы если вдруг в системе находится воздух чтобы он остался и фильтр грубой очистки топлива сетчатые в каком-то из обзоров он был я не буду сейчас разбирать то есть вот эта крышка снимается там такой кругляшок сеточка его можно вытащить промыть и собственно многоразовый по сути вечный вот кстати да интересная штука значит по требованиям нашим безопасности движения у грузового автомобиля должен быть как боковой отбойник так и задний отбойник то есть это для чего нужно чтобы в случае дтп легковая машина не залетела то есть не сбоку под грузовик собственно не задний не спереди поэтому бампера и обвесы опускаются как можно ниже то есть чтоб ну меньше скажем так травм было и но это как бы для безопасности сделано но в свою очередь это влечет за собой минус какой машина вездеход она ездит по бездорожью если будет отбойник низкой висеть ее просто вот будет он цеплять везде неровности оторвет в данном случае отбойник сделан подпружиненный то есть при наезде на неровность он должен приподниматься не значит да вот он видишь или его вообще можно поднять вот и собственно где-то ездить я наверно не до конца поднял да паш можно выше на и ездить не боясь его оторвать видишь где-то гаишника расового опустил это шутка конечно но вот это такая конструкция подпружиненная есть у нас варианты более простые не знаю видимо может заказал кто-то или конструктора решили опытный образец отработать отбойника такого вот ну а боковые отбойники тоже если их сразу не оторвут то после регистрации то есть после постановки машины на учет но их как правило убирают ну допустим такие же отбойники ставятся на лесовозах это однозначно уже варианты его просто убирают ну а здесь зависит от того где машина будет ездить если дороге позволяет он оставить ну останется если не позволяет его конечно же уберут и уберут лучше его просто оторвут а чем отличается обычный топливозаправщик от топливозаправщика предназначенного для бездорожья ну в первую очередь шасси то есть для бездорожья полный привод ну или на джипе ездить или на легковушки зимой допустим переднеприводный или заднеприводный там же вообще в принципе грузовым машинам примерно те же самые требования то есть полноприводная машина позволяет перемещаться где угодно как угодно независимо от дорожных условий я если в городе где-то ездить по хорошей дороге конечно полный привод не нужен достаточно колесной формулы 6 на 4 сегодняшний урал конечно от армейского отличается задача была такая да то есть у любой машины которая используется в армии то есть она должна быть простая надежная в армии нет возможности держать людей высококвалифицированных скажем так которые могут обслуживать технику и разбираться не поэтому задача была раньше задача была собственно максимально упростить машину скажем так это называлось еще и и уберечь от дурака такой термин был ну то есть чтобы не сломалась она ни при каких обстоятельств но это больше в конечно наверно все-таки к старым уралом потому что сейчас машина стала более комфортная более дорогая ну и собственно такие машины в армии то не поставляется в армии поставляется урал и со старой кабины это уже рассчитано на конечного потребителя в мирных условиях машина это сложнее она стала комфортнее но она стала и нежнее в чем-то для народного хозяйства я думаю что как бы минусов то нет только плюс все таки пишите нам обращайтесь вот обращайтесь к нам в отдел продаж будем ждать будем рады отвечать на ваши вопросы всем пока пока а и а и 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